Праздник школьников и учителей прозвенели последние школьные звонки. На линейке Большесолдатской средней школы побывал губернатор Александр Михайлов. Также глава области заложил первый камень, фундамент нового детского сада на 140 мест. Большесолдатской школе 120 лет. Она идет в ногу со временем. В этом году вышла финал конкурса «Лучшие школы России». Здесь почти 300 учеников, в том числе выпускники кадета МВД, которых сегодня провожала молодая смена. На маленьких партах мы тоже сидели и с мамой ходили из школы домой. Теперь же, спустя лишь 4 недели, должны расстаться со школой на другую. Пока же школа принимала подарки. Телевизор, музыкальный центр и книги о Курском крае от Александра Михайлова. Учителя благодарили еще за два больших подарка. Первый – недавнее увеличение фонда оплаты труда бюджетников до 26,5%. Второй – миллион рублей, которые выделены за областной картой на завершение ремонта в школе. За финансирование 30% будет из нашего района. Предусмотрено за финансирование. И я думаю, то, что вот сделал фасад, заменены окна, двери, в этом году, 1 сентября, будет сделано все. А здесь работа только начинается. Строеплощадка детского сада в селе Большое Солдатское. Сейчас на очереди стоят 72, как здесь говорят, больших солдатика. Новый детский сад вместит в два раза больше детей из райцентра и окрестных сел. У нас два сокровища – Полина и Георгий. Полина на следующий год заканчивает, но мы думаем, что мы закончим в новом садике. А Георгий, наверное, откроет. Рождаемость в области растет, что требует новые места в дошкольных учреждениях. Муниципальные и областные власти подготовили совместную программу, которая включает строительство, перепрофилирование и возвращение зданий детских садов. Это займет, если мы будем опираться только на собственные силы, значит, займет 4 года. То есть 2011-2014 годы. И в отдельных районах это завершится раньше. Есть города и районы, где это займет 4 года. Стоимость Большесолдатского сада – 80 миллионов рублей. Большая часть суммы – день и областной бюджета. Вместе с властями первый камень в основании заложило несколько жителей Горек от имени младших товарищей. По плану сад будет готов уже к 1 декабря.